Революция Революция – это гораздо более глухое понятие, более словное понятие революции, полагая перевороты. Перевороты во всей системе общественных отношений. И если мы только берем политическую революцию, то это переворот 19-го года. Государство поменялось. Как поменялось? Если в государстве произошел внутри правового государства, в самом государственном аппарате, это будет так называемый дворцовый перерос, а революционный перерос, когда одна группа представителей одного и того же класса сменила группу представителей этого же класса, друг другу. И все. Как, скажем, имеет место во время так называемых святых революций. В городе какая была? Какой был государство? Буржуазное. Потом? Ничего себе. В городе, на самом деле, самое важное пределение, а сейчас какое государство? Буржуазное. А срокопилы уже, наверное, ответственно. Украинцев стал. Украинцев стал. Украинцев стал. Теперь скажем, было правительство Янатольевича, какое было правительство? Буржуазное. Буржуазное. Украинцев. произошел переворот антиконсентрационный, значит, начинственно садили другую власть и теперь там можно. Какое правительство? Было бы ужасное, так и осталось бы ужасное. Но поменялось. Вот эта переворота внутри этой сферы, она не является политической революцией, политической революцией предполагает, что на место класса господства еще приходит класс предподчиненный, а предподчиненный пересоветесь с подчиненным и становится господством. Соответственно, революция не так и много. Каким мы знаем революцию? Революцию, мы знаем, переходит одна информация в другую. Причем, если только это во власти революция, то это политическая революция, а если это во всех отношениях переворот. Потому что, скажем, стройка революционной общины, это коммунистическая, общая собственность, коммунистическая общая. Революция получает частный социальный переворот. Потом уже переворот в отношении к частной собственности, которая была собственность революционная. Революция пришли феодаллы. Феодаллы до этого, так сказать, не были господствующие классы, но теперь они не господствующие классы. А революция вообще не стала. Но какой был подчиненный? Подчиненный класс был и робот. Потом мы видим, что произошел очередной переворот. И вот та преворотия, которая в недрах при дальнем обществе появилась, создавала уже свои предприятия. Погадство получило известное. Она стала претендовать на власть. И тогда появилась новая история. Еще один переворот. Это была обратная революция. Это была обратная революция. Сначала была произведена по существу экономики, потому что экономические отношения меняются и не зависимого от того, что происходит. По крайней мере, экономические отношения общества. Причем? Потому что вполне возможно создание предприятий в разных моментах ремесленных институтов. И вполне возможно, что одни крестьяне используют свои средства производства, таким образом, что они с собой сапогачи и нанимают дополнительных работников. И за счет наверно дополнительных работников они начинают все больше и больше присвоения чудового труда. А вот эти присвоения чудового труда становятся для них главными. То есть в основном они живут чудовым трудом, а другой трудом нельзя объявляться. Это что значит? Что они превращаются из крестьян просто, из мелких бурга в бурга. Как называется бургар сельский? Как называется? Кулак. Кулаки, да. Вот это точное определение кулака. Кулак – это средство хозяйственных кулаков. А если он живет в основном своим трудом, может быть, он не применяет наемный труд, так или иначе. Но если он в основном живет своим трудом, то он как называется? Его называют, обыденное такое название – серединяк, христианин серединяк. А точное, характеристико-экономическое – мелкий буржуа. Что такое мелкий буржуа? Определение, однозначно – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Если я работаю своими средствами производства, создаю их, и сам их потребляю, а на рынок не поношу, я не мелкий буржу, а твой. У меня потребляет фальня хозяйства. И все. Единоличник. Кустарик. Есть такое понятие. Даже в Конституции 1936 года было понятие слово. Единоличник или кустарик. Ну, мало ли кого-то имеет, кустарик. Кустарик привелся, все, что мне нужно, я делаю сам. Делаю без глиняную посуду. Отпрыгаю свои печи, которые сам сложил. Дом сам построил, крышу сам попрызу, сам обык. Вот. Коровы, если у меня есть, молоко у меня есть. Сметану, соответственно, из пельки мы получаем. Творог у нас тоже есть. Огород у нас есть, картошка есть, помидоры есть. Огород у нас солим. Так. Квас варим. Есть участок, на котором мы выращиваем герошки и пешеницу. Есть участок, где мы выращиваем овощи. Есть сад, в нем есть тяплоки, есть печни, есть крыши. Приходите, а вот с удачем продавать ничего не было. А если я это делаю для продажи? С и продажей. Я уже мелкий продаж. То есть я, когда я делаю для продажи, то у меня задача, чтобы себя накормить, а в чем вас накормить? Не надо работать. Именно. Получить от вас. Деньги. Деньги от вас получили. Поэтому если я могу получить больше денег за счет ухудшения качества продукции, я смело так поеду. Ладно? Самое дело на деньги надо. Вот. Самое дело на деньги. Самое дело на деньги. Поэтому вы сейчас наблюдаясь, используя... Но это касается не только мелкого производства. Не производство мелкого производства, но вообще всякого образования производства. Какая цель производства у своему сегодняшнему предприятию? В чем? Получить прибыль, да, максимально. Чем будет прибыль, тем лучше. И вот представьте, что я производил сыр. Сыр. Так. И вот на сыре что вообще производится? Вообще это из молока. Какая цель для этого молочного жира, вместо молочного жира добавить туда еще париковое масло? Жирность повысится, и уже некое сельхозкое предприятие, и еще молоко. По дороге, на пути еще одно молоко. Это вот туда добавляют пальмовое масло. Зачем? Да, потому что оно дороже, потому что оно становится жирность больше. Молода. Жирность повысится, жирность больше. И тем самым больше доход. А дальше на самом сыр отдельно заводит еще пальмовое масло. Потому что, вот если я предприниматель, и молочное в 5 раз дороже, чем пальмовое масло. А вы посмотрите, что там внизу, у нас вот там тульские гряники. Вы почитайте, я еще один. Там пальмового масло. Тульские гряники делают все из того, саму масло в том числе, которое из вас регулирует. А вообще оно такое дешевое. Ну, потому что негры там, которым гроши платят, оно стоило очень мало. Но температура плавления его 39. То есть оно вообще для организма. Может, у вас температура 39. А может, если у вас появится 6,6 кг, оно как бы структурно переваривается. Поэтому получается, что вот эти продукты там, конфеты, если вы не наедете, то конфеты у вас в округе. Я могу сказать, вот тот, кто у нас продает конфеты. В буфете академиолога, такие, в грейском оригинале, и сливу в шоколаде. Вот там мало пальмового масла. По крайней мере, не написано. А вот все самое, вот открывайте и читайте. Везде написано. Или прямо пальмового, не пальмового, кокосовое масло шли. Или написано, что где-то далированные, гидрогенизированные. Масла растительные, гидрогенизированные, гидрогенизированные растительные масла. Или написано, что просто растительные масла. И написано, что подсолнечное масло. И вот, петерочку вы еще можете купить национальное татарское блюдо, как чак-чак, такой пластмассовый полк, прозрачный. Там есть и айца, и солнечный масло, и мёд, и шель. И мокрый. Высокый сорт. И все. Тут не понятно. И вот. Но я надо. И еще отдельная, в некоторых случаях, еще мы можем найти какой-нибудь кликер, который не успели любить затолкать. Это самое Павел Московский. Во всем остальном. Вот, допустим, написано. «Птичье молоко». Теперь что значит? Читать, значит, надо. Павел Московский. Прекрасный октябрь. Я взориваюсь и делаю лишь эту Павел Московский. Поскольку основная масса наследия в отличие от здесь присутствующих, не прочтет. Слушай, ну, мелко написано темным на темным. Поэтому большинство не прочтет. Ядрое знать не надо, что оно есть. Хотя, как вы понимаете, одно дело написать, а другое дело можно не написать в положительности. Тем более, что ГОСТ у нас заменен в положении рядом техническими условиями. А технические условия, значит, я проверю, я сам их установил условия. Просто сообщаю. У меня технические условия такие. Туда-то, туда-туда. Вот это вот. И сам. Потом меня проверяется. В металле я сел технические условия, которые сам устанавливал. Проверяйте. Я туда вот напекал до этого всего масла. У меня такие технические условия. Тут вот у нас обнаружилось, что, оказывается, в хлебе уже недавно сошли. Небольшой скандальчик. И это у нас в обычном, так сказать, в шиних, в шиних, в шиничном или в шерновом. В фуражных туда начинают. Два лет я ровно. Выяснилось, что ГОСТ это мы не произвали речь. В нынешний ГОСТ это мы не произвели речь. То есть, если раньше этим в шерновом фармили только животное, то теперь мы узнали с вами выясняли, что оно животное. И вы ее выясняли. И на два раза они животное. Причем они едят туда на фуражных зерна. И в муку стали сыпать. Вот сейчас будет большая проверка. Наризировали. А пора буду наризировать. Туда будут закладывать фуражное зерно. Почему? Ну, дешевле резко. Дешевле чем? Лосеросольная пшеница. Потому что пшеница еще бывает разных сокров. Манную крупу еще делают? Из ранних садов. А? Еще? Из ранних садов. Каких? Ранних. Ранних? Да. Из твердых садов. Твердые. Они такие прожрачные. Там зерно прожрачное. Оно твердое. И вот как на кусочке горят и получается вот манная крупа. И скажем, макароны такие есть, которые продаются. Твердые садов. Если есть пшеница из твердых садов. Или мягких садов. Получается, это белая мука. Где-то байкер. А есть пшеница. А есть пшеница. Коровы на форму. Свиньи на форму. Ну, свиньи на форму. Почему нельзя? Свиньи на форму. Свиньи маленько сидят. Ну, это вот кусочек нашей жизни. То есть, если мы это понимаем даже, что это не какая-то просто взносная боль. А вот если вы даже создаете страховую компанию. Ну, какая цель страховой компании, которая, например, медицинская. Вы идете туда, думаете, это медицинская. О чем они думают? Стройной медициной. А вот больше денег получить. И деньги куда поступают, если государство, например, поддерживает медицину. Прямо вот врача в больницу посылает. Или куда? А вот в страховую компанию. А вы хотите в врачу попасть? Платите сначала в страховую компанию. Вот, смотрите, это будет врач. А я буду в страховую компанию. Значит, вы идите все денежки мне. Я, естественно, я делаю эту оплату хорошую. Правильно. Но если останется, то туда. А если останется, то врачам. А если останется, то пациентам. Ну, товарищ Беляев у меня был студентом. Председатель. Леносовет еще. Я, говорит, был Леносовет. А после первого 91-го года я его как-то встречали на Невском. Я, говорит, это он распространял «Народные правды». Когда был главный медактор, он говорит, говорит, «Долгов». Потом первый, говорит, «Главный медактор, это нашел». Вот я главный медактор, это говорит, «Долгов». Ну, я встречаю, что был студент, но он уже не был. Не был в законодательном собрании, не в Леносовете. Где работаете? Ну, в страховой компании. За сколько получаешь? 20 тысяч долларов в месяц. Ну, жизнь вашу сработает. Так что значит сработает жизнь? Надо нагнать на вас страха, чтобы вы написали деньги. Это первая часть. Второе. Когда что-то с вами случится, постараться эти деньги не отдать. Потому что, знаете, у вас вот это неправильно оформлено, вот это неправильно оформлено. И у меня там мнение на концу того. А лучше просто еще перепортишь. Правильно? Вот. Поэтому сплошь и рядом бывает, там вам говорят, что вы страхуйте, когда билет берете, там, перед дорогами. Страховку он дает. Это все такое. Это деньги получают страховой компании. Вдруг ваш поезд перевернется, и, значит, у вас будет, там, ровно не невезно куда прилетело. Сумеете вы оформить страховку? А ведь найти там для фиксированных бумагов у начальника станции. А вы между станциями прилетели, там, из болота. Как и бывает обычно. Сумеем на станции, да? И как вы там оформите? Ну, ничего не оформите, вам, может, что-нибудь дадут. Ага. Просто дать, чтобы отставить. Ну, вообще, какая гарантия, что вы получите? А стартовые компании живут вовсю. Причем, вот, вроде бы, наши умелые люди могли бы есть стартовые компании делать и обрадователи. Если идет стартовая компания, в какой-нибудь стартовой арешей, для которого ходили на обрадование. Чтобы деньги-то нашли, а, значит, там, где обрадовались, и делали, и делали, а остальное идет в ВУЗы. А не в ВУЗах идет, а в ВУЗах в этот преподаватель. Чего-то и студентам могут быть на ступеньке в столице. Еще остается. Как вы видите, остается у людей много. А, ну, еще остается по одной простой причине, что, вот, был такой совет корректоров, и он очень активно боролся с попытками куда-то в банки отправить деньги, которые выданы на образование. Деньги на образование не идут в банк, вообще. И когда идти в один банк? Вот, деньги на докладку идут для ВУЗы. Они идут в Казначейство, которые, может быть, но раньше, что у нас есть Казначейство, потихоньку, ну, так сказать, вот этот тайминг. Казначейство, а через Казначейство они поступают прямо к нам. И все. И как это мы живем? Ну, медикам. И легко встала. Нам так тяжело жить, что деньги идут. И мы не пройдем кормим, кроме, 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 так сказать, самих ВУЗов, а еще надо выкормить, и совладим. Страховщиков, страхователей и застрахованных. Страховщиков, и страхователей, и страхователей, они не организовывают, они не страховывают. Умаги пишут. А представляете, гос. страхов. Государство страшное должно быть. Страховщиков, гос. страхов. Умаги пишут. У меня недавно кончилась карточка, на которой, наверное, мне присылали, что я здесь банковская, без рубанки. Ну, я получаю, но она говорит, вы не хотите, вот я вам форму, страховку. Я говорю, не хочу, у меня нет этих реалов, я вообще не знаю, здесь зарплаты получили, наверное, и все операции заканчиваются. Они прилили вам на страховых квартирах? Нет, ну, я не хочу. А почему они прилились? А так, что я говорю, вообще не прилили его, никому она не нужна, моя квартира. Все равно ее никто не оформит. Она государственная. Ну, давайте мы еще-нибудь еще вам достопроизводим, можно как-то. Так. Значит, мы с вами выяснили, что такое мелкий буржан? Ну, если я мелкий буржан, то, какой я учиматель будущий? Так это вас мелкий, что ли? Нет. А что это? Какое изделие на стать настоящим буржаном? Правильно? Вот. А какова судьба этих мелких буржан, если они мелких буржан, то, в каком проценту удается стать буржаном? Маленьким. 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 И вот человек всю жизнь будет мечтать, а потом раздавится и станет тело. Ну, в самом деле про Италию, мы рабочим, и все. А как называется человек, я не знаю, рабочим, наемным. Не помнишь? Вы историк. Я считаю, что это не историк. У меня, правда, не помню, есть историк. Я вообще друг, студенты, значит, скажут, вот, вы не историк, а у него есть. По-первых, опять. Ну, что вы не знаете, как называется? Да вы знаете, я сейчас вам напомню. Вот так. Вы не знаете, потом, потрачусь. То есть, идти на нем, кому? Кулаку. Все, кавиасному, значит, то есть, все вот эти общие классические категории, там, мелкий буржуа, буржуа и пролетарий, применительно, сельскохозяйственного производства имеют вот три названия. Буржа – это кулак, мелкий буржуа – это середняк, и пролетарий – батарька. Вот так. И вот, когда происходит революция, совершаются революции, то меняются свойства, но меняются устройства, когда речь идет о революции буржуа, оно и решается. То есть, постепенно меняется экономическая жизнь. Кто хочет изучить, как у нас в России придется представить, есть прекрасный смысл, Владимир Чарлинин, уникальный в своем роде, у меня был большой досок, потому что, как он в черме отсидел, поделал в союзе военного освобождения, освобождение рабочего класса. Буржа этого давали всылку на три года. Вот. А он все-таки дворянин был в шестнадцать лет. Папа именно получил дворянство, когда он был в шестнадцать лет. А как дворянин он пособие имел, даже всылки, разведел пособие, так сказать, он как бы проехал в Устаранбул. Из-за этого и литература, лучше сказать. И он, там, конечно, условия были не такие, но на сфере воде, и он был там достаточно свободен, то, по крайней мере, книги про литературу он мог получать родственники. Он управляли там статистические, справочники, материалы, обследования, материалы, переписи и так далее. и он написал вот такую книгу про развитие капитализма в России. И в этой книге показано, как в обычной деревне в селе развивается капитализм. А в общем, не просто, сами педеют, а раз денег нет, ну, надо идти на дорогу. А другие богатели, как это получается? А вот так получается, что в одной семье родились только девочки, а в другой – и мальчики. А вот дают, если мальчику, там, восемь дорог мужиков, которые, конечно, могут оборвать всю свою тему или еще больше. А здесь девочки, здесь еще и замуж продавали. Земля, это не обработанная, значит, аренду берут, или покупают те, которые только покачивают. Получается, что одни становятся подорогами, а другие становятся кулаками. А основная масса, она тоже нанимает друг друга. Я в основном найму яблоки собирать осенью, а вы меня наймете покачивать снова. И вы меня будете нанимать, и я буду нанимать. Но это не значит, что я, несмотря на это дело, что вы наемные работники приятные. Вы наемные работники на несколько дней или на один раз. А в основном вы работаете своим другом, и я своим другом. Поэтому, когда люди начинают вот хвататься за эти характеристики и не смотрят, а в целом, в основном, с чем связано? Или этот труд в основном наемный, или в основном они присваивают чужой туду, хотя сами работают. Все кулаки работают. Вы знаете, этот кулак такой, кулак, который сами работают. Нет. Вот буржа в городе есть один, который сами не работает по-другому виду. Может, я на вас смотрю, я богатый бизнесмен. Олега, так, вас назначают генеральным делом. Понятно? Так, сколько вам нужно платить? Сколько? Десять тысяч. Десять тысяч. Три тысячи. Месяц. Но, вот сейчас у нас требует десять процентов. Давай, например, обложенный в результат. Вот, пока она будет десять процентов, вы будете получать тридцать тысяч в месяц. Как только она стоит, девять, все, вы будете получать тридцать пятьдесят. Чтобы она еще планировала, видно могло, тридцать пятьдесят. А она говорит, ну, что? Вот так. Есть еще было еще у меня кого-то? Нету. Надо мне разбираться в экономике. Я не собираюсь разбираться в экономике. А что мне разбираться? Как только тревога будет меньше, чем десять, все, двадцать уровня и просто назначают. Ничего. Ничего. То есть капиталисты, сейчас капиталисты, когда уже есть накопленные капиталы, нет проблем, как это становится. Это вот изначально мелочь его рожала убивается. Как он тогда убивается? Где-то он может законы нарушать, где-то он надрывается, где-то кто-то умирает, кого-то его убивает. Первоначальный капитал весь почти всегда преступный. Почему, например, двойной они говорят, давайте сделаем амнистию капитала. Вот мы сделали. Это что значит? А что капитал бывает, крестов, не он. Сам повязал. Ну, сам, три машины оборудованы, совершили преступление. Нет. Значит, ты говоришь, это кто? Это есть. амнистию всем, кто, дескать, пять лет назад оплатывает, и дальше мы не спрашиваем, что у вас деньги? Вот я не спрашиваю, какое у вас деньги? Ну, вот так вот, полточка, не спрашиваю. И вы меня не спрашиваете, а вы, наверное, по костюмчику не спрашиваете. Это называется амнистией. Вот того, что пять лет назад было. А вот это вот, если это выйдет позже, десять лет назад, это надо проверить, на своем, где вы как раз купили. Да, да, и вот это позже на вашу полку, что это позже, что это позже, подлежит рассмотреть. Если это не, а вы скажете, нет, это я купил, это грубно перекликнул. А, ну, извините. Тут уж президент скрывался, все, у нас амнистия. Ну, вот, вы знаете, что фундаментальная книга «Капитализм» и «Капитал Макса». Вот, в книге «Капитал Макса», там рассматриваются необычные, не типичные случаи развития капитализма, директ, а там рассматриваются случаи, какой был в Англии. Они просто взяли, решили покупать продовольствие на материке, а согнали крестьян в землю, и заменили опциями, и получили сырье для промышленности. Их стилили, пришлось с ним в промышленности, и стали выпускать хорошие ткани. А крестьяне, частично умерли, частично в Больвере похоже умерли. В общем, заменили крестьян опцией. Но этого в Европе не делаешь. Значит, в Германии, в Франции, в России. В России было так, вот, написано, в Рокопе. Книга сразу будет выглядеть, скучная. Скучная, почему? Там все цифры, много данных, все это. Но после этих книг, все дискуссии, какие были у нас в российской литературе, на тему, что Россия пойдет своим путем, она не пойдет путем капитализма, она не будет по западному пути, и все закончились, потому что уже выконстатировали Владимир Владимирович Ленин, что уже капитализм наступил. Деревник. Он не наступил на верхах, в государственных верхах власти. Власть была феодальна. Причем в 1861 году при этом отменили крепостное право. Но крестьян тем самым не освободили. Почему? А что приводило? Потому что то, что они обычно чем пользовались? Деревник обрабатывали, судоведемлю, ходили в лето грибами, ягодами, убирали, варили варенье и так далее. Сказали, это сейчас земля, вот вам зажига не оставили, все остальное, это же поменьше, чем земля. Вообще вам нечего делать, если вы прекрасная профессионка, вообще вам не могут ничего не давать. Я вам судочек дал. А за остальные кусочки идите, поработайте у меня и получите. Где еще? Ну и поработайте, и не получите. В перекрытизании уже нет парочины у меня, то вы не обязаны ко мне ходить. А вы заходите, приходите, тогда не надо платить. Хотите, арендуйте у меня землю, получите денежки. То есть я получу денежки, вы получите землю. не хотите арендовать? Как хотите? Хотите убирать? Помирайте. И поэтому христианский вопрос не решился. Помещики, они превратили землю владельцев, ну как бы паразитов, которые на этой мировой сидят, получают деменную ренту. и вот эта буржуальная революция, которая была в феврале 17-го года, это была революция, которая сбросила, наконец, этих феодалов, которые превратились даже и не в таких представителей класса, который занимался организацией производства. Организацией класса вообще не занимались. Как бы сейчас никто и гружает, вы уже поняли, что у вас со мной все, мне больше не ровно. Я у вас просто каждый... Я уехал на островах, на море. Вот. А вы мне каждый месяц должны звонить и сообщать новому прибору. И прилагать, соответственно, по факсу, или там, по регионной почте, так сказать, подтверждение того, как там основано. Как только они будут меньше, и все. За что мне нужно знать экономику? И вообще заморачиваться этим экономическим вопросом? Да. Ну, Глава Богу, мне только будет 10. Будет же Глава Богу. Сколько вам надо денег? Нет. Сколько у меня рабочий сеть? Нет. 299. 299. Сколько? 299. 299. 299. Ответ. Ага. 299. 299. Нет. Глава Богу больше не объекта. Да. Да. 299. Да. 299. 299. 299. 299. 299. 299. 299. 299. 399. 299. 299. 299. 299. 299. 299. 399. 599. 399. 199. 299. 299. 299. где-то там, где-то там, где-то там. Или там, где уже все равно эти страны раздавили, разбили. Ну, пойдут в черноковье, там хорошие боли, сильнее мое, светло-светло, деньги у меня есть, будем жить хорошо. А от вас будут сладенькие. Как там, с финансовым делами. Потому что я вам доверяю, конечно, но у нас и доверяют, и доверяют. Вот это я должен сверять, потому что без этого нет. А то ведь они сами, знаете, люди молодые, могут оживиться в свою пользу. Так, поэтому к моменту нашей революции, а мы сейчас рассматриваем вопрос, что-то как революции привезло, потому что мы говорили, что это революционная революция. А в мире революции не только в России. А в России они происходят в парад. В первую очередь, когда идут подрядные революции, в Ужее может быть уже разный строй, экономики уже есть. А в политике нечаяния заходствует класс в Ужее. Из-за того, что он уже воспользовался в Ужее, так и случилось у нас как мягкая рекордация монархии. Мы приходим к представителям Кургадея, небольшие люди пришли к сайту и говорят, «Микола, здорово, ты шел у нас, что ты отрекаешься». И на какой-то момент пишут, там уже командующие армии, который действует сейчас, на самом деле, который мы открываем все действия. Надо подписывать. Ну, что говорит Николай Кургадея? Ну ладно, надо, надо сказать, я это пишу. Что монархи, я сахарен, я передаю, не поведу, не поведу. Какой? И дальше, что это на самом деле, Ну и вот, после того, как отрёкся, тот, кому передал Николай II свою монаршую власть, после этого у нас царизма не стал, произошла разная революция. И он кому передал, там написал, что Николай, что народ пускай решает, всё, народ тебе решает. Кто народ? Временное правительство создали. Создали Временное правительство. Ну и Дума есть. А тут ещё вдобавок, рабочий класс никого не спросил и создал советы. А чтобы эти советы далеко никуда не шли, меньшевики и СССР туда и набежали. Поэтому создались СССР и меньшеведские советы. Пока большевики были за границей, кто в тюрьмах, как там Сталин, допустим. А были члены Русского бюро ЦК у нас, которые знать не знали, где эти советы, как они появились. Есть такая книга «140 бесед с Молотовым». Вот Феликса Чуева, он беседовал с ним. А Молотов был в то время членом Русского бюро ЦК. И ещё другим членом был товарищ Шляпников. Вот Молотов и Шляпников в феврале ходят по Петербургу, и не могут понять, что происходит. Что происходит. Как узнать, что происходит. Пошли к Алексею Максимовичу Горькову. Писатель великий, он, наверное, знает всё. Звонят, Горький открывает. Вау! Члены Русского бюро ЦК большевиков. Вы знаете, что у нас происходит? Говорит, не знаем, мы вот у вас пришли узнать. У нас уже создан Петроградский совет рабочих депутатов. А где он? Как где? В Таврическом дворце. Ну, поблагодарили они Алексея Максимовича, пошли в Таврический дворец. Приходят, огни горят. Спрашивают, а что здесь происходит? А здесь Петроградский совет рабочих депутатов. А кто руководитель? А руководитель Керенский. Это вы знаете, что он был председателем совета рабочих депутатов? Керенский. Ну, доложите ему, что пришли члены Русского бюро ЦК большевиков. Доложили. Вышел Керенский, ушел из президиума, встретил их, провел в президиум и посадил за стол. Молотов по этому поводу говорит, надо было входить в совет. Мы вошли в совет. Не сильно их избирали. Не сильно это было демократическое избрание. Но вошли в совет и стали членами совета. Так что и тогда были некоторые нарушения в плане того, откуда появлялись члены совета. То есть принцип-то был какой? Предприятие должно направлять. Принцип такой был. Предприятие. Вот если ваше предприятие есть, там у вас тысяча человек есть, от 500 один. Сколько вы депутатов должны направить? Двух. Каких? Каких хотите. Завтра можете этих забрать, пришлось других. В чем отличались советы от парламента? Парламент, знаете как? Вот если вы меня изберете в парламент, изберите меня, пожалуйста, в парламент. Там зарплата хорошая. 400 тысяч я буду получать и вам помашу ручкой. Потому что отозвать вы меня сможете? Если я забуду про ваши нужды, буду думать только о своих. Сможете вы меня отозвать? Нет. Потому что парламентская форма, представительство, она исключает возможность отзыва депутатов. Исключает. За одно время у депутата такой был Госдумы Шеин, мой дипломник, написал Матвенке, когда она была министром, вице-премьером, письмецо о том, что вот как бы это нам отзыв сделать. Она так и написала в ответе, что парламентская форма народного представительства исключает возможность отзыва депутатов. Вам я не нравлюсь? В следующий раз, через пять лет, вы ту партию, где я, можете не избирать. Но если вы эту партию изберете, я в списке у нее стою. Как вы меня даже оттуда-то из списка, как вы заберете, это вообще не ваше дело. Так? Вот сейчас по спискам же будут выборы, правильно? По партийным спискам. Это правильно. В политике единица ноль, а в партии, они какую-то роль могут играть. Поэтому есть, конечно, будет какое-то количество, опять сделали однобандатников, это те люди, которые имеют много денег. Если у вас денег нет, не надо идти заниматься выборами. Понятно? Понятно вам? Непонятно? Объясняю. Вы, наверное, не были кандидатом, а я был. И не раз. Могу вам объяснить, как. Вот у нас командуют. Вы пойдете в мою команду, я уже раз, вы готовитесь на генерального директора. Значит, ваша задача очень простая. Вот все ее листовки, все листовки сорвать, а какие не сорвать, черным замазать. Там избирайте ее, там ее биографию, что она студентка, там это все, это замазывайте. А мои портреты так, значит, в лестницу взять, стремянку, со стремянкой ходить и вешать такие цветные портреты вот там. Вот такое усилие, чтобы она не могла сорвать. И вас никто не узнает, вообще не услышит вас, ничего и не прочитает. Никогда. А вы не видели, как Прохоров вел компанию? Он набрал студентов, и вот эту проблему, как вот никак подписи не собрать быстро, она быстро решилась. У каждой станции метро, значит, собирали люди подписи, за то, чтобы кандидатам, зарегистрировать, сначала надо зарегистрироваться кандидатам, еще не набыли, выборы потом будут всеобщие, а кандидатам. Ну, сколько вам платить буду я, за то, что буду подписи собирать, чтобы я меня зарегистрировал кандидатам? Сколько вам надо? За день? За день, да. За день сколько? За день? Ну, пять. Ну, нормально. Пять тысяч. Пять тысяч, вот, будете все получать, значит, ваша задача, вот, стоять целый день, собирать, создачь людей и подписываться за то, за то, чтобы Михаила Васильевича Попова зарегистрировать как кандидата. А уж голосовать будет народ. Ваше дело только подписи собрать за право мое, там, баллотироваться. Ну, что вы, против того, что я... Может, меня никто не изберет. Ваше дело какое. И что плохого тут нет? Вы, я вам плачу пять тысяч, вы собираете, вы стоите у станции метро, валенький только оденьте, а то сейчас минус шесть, и, так сказать, подписывается. Все хорошо. Красота. И вот Прохоров все собрал. Все подпись. Потом, конечно, он нигде не выиграл. И помните, какие он билборды развесил? Какие-то глакомыслные изречения, которые запомнить невозможно, потому что в них никакого смысла не было. Большие такие, что Земля вроде как круглая, а Солнце светлое, и еще что-то такого, по такому роде. По всей стране. А он ведь обещал, между прочим, до этого, здесь вот, ее мобиль, между прочим, выпускать. Наврал. Все деньги ушли на билборды. А еще он обещал сделать светодиодное предприятие, которое, это вот не то, что вы тут видите, здесь, знаете, вот это какие? Тут лампы. Это лампы старого поколения. И все так называемые энергосберегающие, которые про вам, когда говорят энергосберегающие, не забывайте Козьму Пруткову, что если на клетке слона написано «Тобой был, не верь глазам своих». Что такое энергосберегающие лампы? Это лампы, которые выпускаются двумя американцевыми компаниями. Филиппс и Дженнерл Электрик. Вот этого барахла у них очень много, они нам всегда его навезли. И вот это барахло, оно еще и вредное. Значит, лампа накаливания, знаете, обычная? Лампа накаливания – это деньги сберегающие, они самые дешевые. Два рубля и лампа. Так, как она, на чем построена? Вольфрамовая нить, если вы эту нить нагреваете, она начинает раскаляться, становится белой, как всякое, так сказать, раскаленный, как любой раскаленный металл, и светит. Но очень много идет в тепло, поэтому, значит, если вы хотите вывернуть лампу, то вы сначала выключите, подождите, а потом хватаетесь за лампу, она горячая. А вот следующее поколение, на производстве такие ртутные лампы, или вот нынешние, как вот эти, которые называют энергосберегающими, вот видите, скрученные такие, или такие палочки, которые ввертываются в патроны, это ртутные лампы. Ртуть, это пара ртути, под напряжением, нагревается, и начинает светить. Потому что они нагрелись. Тот же самый принцип. Но поскольку эти лампы у нас куда отправляются потом? После того, как они перестали служить, куда? На помойку они отправляются. А с помойки куда отправляются? Ну, грубо говоря, в материнское молоко они отправляются, ртуть. Так, если весь цикл просмотреть, потому что есть подземные воды, здесь все, ртуть, она не растворяется ни в чем, она потихонечку, так сказать, попадает в человеческий организм. Поэтому, может быть, она это чего-то изберегает, но жизнь она не изберегает. И у нас даже своя история была в университете. Вот видели там во дворе прекрасного, сейчас хорошо отстроенного и отремонтированного главного здания стоит такое полуразрушенное желтое здание. Это что? Институт физики на нем это написано. Наш университет. Будто раньше в нем всякие занятия были вовсю, физический институт там был, а потом начали полы делать, как подняли полы, а там ртуть оказалась, налито за много лет существования. У нас же старый университет. А пары ртуть ядовитые. И, в общем, это здание закрыто, так сказать, все. И вот сейчас, не знаю, как это надо, все ртуть удалить, как это сделать, чтобы его задействовать. И вот оно так, у нас как древнее римское здание, вот экскурсию можно производить, какие были раньше здания туда. Ничего с ним не делают, и вообще вид ужасный. Так вот, эта вот штука, страшное время, в это время уже давно разработаны так называемые светодиоды. Товарищ Жерес Элферов получил Нобелевскую премию за работы, которые в том числе кладут, основу дают для вот этого производства светодиодного. Что такое светодиодное? Это маленькие такие кристаллы, которые превращают электричество в свет, в основном свет, и мало-мало тепла, то есть наоборот. Не в тепло, которое заставляет светиться, а в свет. Вот они сберегают в 10 раз больше, чем вот эти энергосберегающие. Но поскольку их производят не нахалы, а эти производят нахалы, которые ведут рекламу, то вот эти вот, которые называются энергосберегающими, вот это барахло, надо было все выкинуть и сделать светодиоды. Но вот Прохоров, который должен был сделать завод светодиодов, он не сделал. Поэтому у нас лампы светодиодные на железной дороге, которую Светлана делает, наша Светлана, само название означает световая лампа накаливания. Исторически так получилось. Светлана делает светодиодные такие, вот такие прямоугольниками они светят прямо. Много-много-много светодиодов. А наше производство светодиодное тоже есть на Светлане. Но поскольку объемы очень маленькие, поэтому оно очень дорогое. И поэтому светодиодные лампы дорогие, потому что их не развернули производство. Если развернуть, оно будет тоже дешевое, как все обычные лампы. А китайские, английские и так далее светодиодные лампы стоят примерно так, от 120 до 300 примерно рублей штука. Но вот если вам нужна лампа, которая светит 70 ватт по свечению, эквивалентность 70 ваттной лампы, она будет брать напряжение 7 ватт. 7 ватт. Вот некоторых все время гоняют, там родители в доме, что вот вы там не выключили лампу, поставьте светодиодные, можете не выключать. Мало-мало она горит, потому что ничего почти не берут. Мало электричества потребляет совсем. 7 ватт потребляет, а свечение дает на 70 ватт. Вот это энергосберегающий. Ну как всегда бывает, что то, что на поверхности это, так сказать, видят люди, а то, что в глубине, это мало известно. И это относится к капиталистической конкуренции, потому что есть производство, там они себе спокойно заменяют все на светодиодные, а нам это сбывает это барахло. И у нас люди активно думают, я куплю себе энергосберегающую лампу, рутутную. Так, так что у нас произошло в феврале 17-го года? В феврале 17-го года буржуазия, которая набрала уже силу, сместила царя, сместила второго царя, вернее, он, так сказать, и сам подписал, что, так сказать, не хочет. И уже была у нас царская семья после этого, после февраля? Нет, а что говорят, что царскую семью там где-то кто-то стрелял? Была. Была? Была. Это царская семья? Так если я вот, я сейчас вот профессор, а если у меня профессор заберут, у меня семья будет профессорская? Это устойчивое понятие. Как устойчивое? Как это? Как устойчивое? Не знаю, устойчивое, это царя семья. Семья царя, если я не царь, ну, если я не царь, как? Другой уже царь, когда это я бывший царь. Не, ну, семья президента или семья экс-президента, вы тут различаете? Нет? Я не знаю. Экс-царя, а некоторым царям вообще голову отрубали, что это несчастное разве не было? В России так не было, на Руси. Был царь и нет его. Пришли, граф Орлов пришел со своими и? И что? Встретительность. Было такое или нет? Как вы, товарищи, историки? И не один раз ведь, да? Не понравилось феодальному классу царю и нету царя. Поэтому семья вот того царя, который и стал, то и царская. Во всяком случае, вот мы наблюдаем, вот эта акция была очень легкой, в том смысле, что Буржуазия пришла к власти и на этом, так сказать, буржуяная революция завершилась. Потому что вся ее экономическая часть уже была сделана, а политическая была окончанием. А если мы возьмем социалистическую революцию октябрь 17-го года, тут наоборот. Разве что-нибудь в экономике поменялось от того, что большевики пришли к власти, от того, что установлена была диктатура пролетариата. Что поменялось в экономике? Вот скажите, пожалуйста, какая экономика была в России в декабре 17-го года? Какая? Государство. А? Какая государственная? Ну, сидят там большевики в Смольном. И что? Ну, какая? Была экономика? Часто. А? Но мы еще не поменяли. Ничего не поменяли? В 18-м году. В 18-м году только национализация началась. В январе. В 18-м. А в декабре 17-го началась. Другое дело, что был декрет о контроле рабочим принят самым первым. Это значит, что вот пришли, так сказать, представители уже советского правительства и контролировали рабочие, контролировали деятельность капиталистов. В какой цель? А с той целью, чтобы не уничтожили средства производства перед национализацией. Что вы будете национализировать? Открутили что-нибудь, что делает действующим этот самый станок? И этот станок можете выбрасывать. А все эти самые маленькие кусочки покидали в Неву или в Фонтанку. И все. На этом закончилось. Поэтому люди толковые понимают, что проводить национализацию, если вы не контролировали предыдущую деятельность, накануне национализации пустую будет, вы получите груду металловой, больше ничего, никаких средств производства. Поэтому рабочие, это с одной стороны. А с другой стороны, вы проведете на национализацию, вам же управлять надо будет? Ну, вы хоть месяц-полтора хоть посмотрите, как люди управляют. Вы, конечно, управляли заводом, Я вот хочу вас поставить генеральным. Вот она-то управляла. Но мы же ее хотим сместить, а вас же поставить. Я сейчас управляю. А? Сейчас управляю. Вы сейчас управляете? Вы с ней. Нет, вы сначала будете, вот вам сделаем сейчас контроль за ней, вы будете стоять и следить за ней, как она управляет, а через два месяца вот мы рассмотрим. Можно вас назначить? Сейчас я проверю, условия ли, как надо управлять. Это так иначе не бывает. Ну, это примерно та же самая, что вот преподавать можете вы историю? Нет. То, что не надо. Ну, надо, вот вы пока-то набираете, то все. Ну, как-то надо что-то набрать, а тут совсем короткий срок. Уже управлять надо государством, с ума сойдешь. А времени-то это очень мало. Короче говоря, короче говоря, до национализации 18 января 18-го года капитализм в экономике был обычным капитализмом. А потом вот мы начинаем наблюдать, что происходит. Вот происходит этот переход, дальнейший уже. И долго-долго происходит. Сколько лет происходил переход к социализму? Скажите, то есть коммунизму в первой фазе. Когда закончилось строительство социализма в России? В 30-х годах? Не, ну, в 30-е, середина 30-х годов. Ну, если грубо взять 35, отнять 17, получается 18 лет. 18 лет шел процесс этот переходный, это был переходный период. А это можно считать, вот этот переходный период это еще социальная революция. Политическая революция была однократным действием, да? А вот эта социальная революция, она захватила период в 18 лет. Теперь вот в отношении самой революции. Как вы думаете, может революция социалистическая состоять в том, чтобы захватить тот государственный аппарат, который был, и пустить его для других целей в ход? Можно? Как вы считаете? Ну, вот в Ружазе власть захватила, и те же чиновники, которые были, она их всех оставила на местах, и они начали руководить уже не в интересах феодалов, а в интересах буржуазии. Так. То есть, как бы люди захватили власть, была власть, то есть, была организация силы, организация насилия для проведения политики господствующего класса, только вместо одного класса пришел к власти другой, и он этот государственный аппарат использовал для уже осуществления своих интересов, и для принуждения к тому, чтобы не отклонялись от его интересов. Ну вот, Маркс и Энгельс считали своим великим открытием, уже после того, как они написали коммунистический манифест, великим открытием, что оказывается, государственный аппарат нельзя использовать старый при совершении коммунистической революции, а нужно его разбить, сломать и другой создать. Создать другой, потому что этот аппарат не может, аппарат эксплуататорского государства не может служить для освобождения от эксплуатации. То есть, есть такие машины, которые, если есть машина, которая занимается резанием, то она штамповкой уже никак не будет заниматься. Так и государственная машина. Если эта машина приспособлена для эксплуатации большинства народа, то вы из нее сделаете машину, которая для проведения интересов большинства народа, а не кучки меньшинства, вы уже никак не можете ее пустить в ход. Вот так обстоит дело с этим. И что тогда делать? Но это вот Маркс и Инглиш, они как великие люди сказали, что надо разбить, сломать, и все, на этом точка. В чем творчество было в России, что позволило создать государственный аппарат? Я вот обращаю ваше внимание, поскольку мы говорим, как вот, мы с вами изучили же, что такое революция, понятие прошлый раз. А сейчас мы хотим посмотреть, как это в историческом материале себя проявляет. Так вот, можно сказать, да, вот теоретически надо сломать старую гражданную машину. А как это вот в истории получается? В истории получилось, что вот народ создал советы, рабочий класс России создал советы впервые в мире и это его великое достижение. Когда советы были созданы и где впервые? Первый совет где был создан? В Москве. Нет? Вы сами-то не из Москвы? Нет. Нет? А то у нас правительство из Петербурга в основном, из нашего университета все. Петроград. А? Петроград. А, это сейчас все из Петрограда, раньше не все были. Первые советы были в городе Иваново-Ванесенске в 1905 году, товарищи историки. И я отмечаю, что я не про Японию вас спрашиваю, а про историю России. То есть, в принципе, надо хорошо бы иметь широкий кругозор, но истории своей страны, особенно вот, скажем, людям, которые будут потом рассказывать всякую разную историю других стран, вас спросят про историю России, ну, и почему вы спрашиваете это про историю России? И оттуда это я не обязан знать. Значит, советы были созданы в 1905 году Ивана Вознесенского. В чем их особенность? Они не убираются, как вот сейчас выборы будут, по территориям, там, значит, голосование, нет, они по представительству фабрик и заводов. Вот, если с вашего завода, там, два человека, у вас сколько, полторы тысячи? Три, если бы, один от пятисот, а если один от тысячи, значит, вот, в Кировском заводе были уже после 17-го года делегаты, там было четыре тысячи человек, значит, четыре депутата совета городского. Четыре, и все. И проблемы с их отзывом вообще никакой нет. Ну, вы избрали их, а завтра вы решили вместо Иванова послать Петрова. Ну, так принимайте решение на конференции или на сходке рабочих. Петров, бумажку пришлали, что теперь Петров вместо Иванова, и все. А это значит, что как только вы начинаете уже действовать в своих интересах, а не в интересах трудящихся, эти трудящиеся раз вас и отозвали, и вам хорошо, что вы не стали плохим человеком, в тюрьму вас не посадили за взяточничество или прочее, за злоупотребление. И народу хорошо. То есть, это уникальный и единственный случай в истории. Других таких органов нету нигде в современном мире, в том числе и в так называемых социалистических странах. тоже нет такого, что было в России, начиная с 2005 года. Потому что вот я был в Северной Корее, у меня не покидало все время, две недели там был во главе делегации, в которой был один от газеты, российский человек, другой, товарищ Хохлов от телевидения. И мы вот после этого дали три статьи о Северной Корее и передачу по телевидению сделали, так сказать, с показом. И вот там все очень красиво и все очень здорово. И культура прекрасная, и образование замечательное. И нету ни бомжей, ни пьяниц, ни проституток. Ничего этого нет. Частота, культура, грамотность, образование. И в то же время меня никак не покидало чувство, что вот придется корейских хрущев. И все это рассыпется как аточный домик. Тем более уже сейчас пошла такая династическая линия ким-ким-ким, которая, так сказать, не очень вяжется вообще с социализмом, правда? С коммунизмом. Не очень. Я сказать, ну вы же не сможете управлять, а мой сын сможет. Правда же, мой сын же лучше сможет продолжать дело. Как бы. То есть, как бы. Тут такая вещь, которая была характерна для феодализма, и она, кстати, характерна для современного буржуазного строя. Ну вот как вы думаете, если вот Прохоров умрет, ну дети будут наследниками капитала. То есть, то, что было, вот это кровно-родственное отношение, которое, казалось бы, в далеком прошлом, в первую, это на общинном строе, они сохранились при феодализме полностью, и все цари шли по принципу родства. Ну, правда, чтобы совсем не выродились эти цари, я так сказать, там где-то женились или замуж выходили из-за царских особ и других. Поэтому, скажем, у наших царей русской крови там, ну, я не знаю, какой процент был, совсем маленький. Совсем маленький, потому что там, вот, ну, женятся, все время не на русских и выходят там уж только не на русских. Поэтому там никак не получают. Ну, и хорошо, если говорили по-русски, уже хорошо. Поэтому спасибо Екатерине, хоть она и немка, но она все-таки оказалась русской царицей по характеру его деятельности. Если честно, все капиталисты, у них же какой принцип передачи дел? Что, вот по принципу кто лучше работает? Нет. По принципу, если это вы моя дочка, я вам оставлю 5 миллиардов. А вы не моя дочка. Ну, тогда идите работать за 300 тысяч. И вам уже 300 тысяч не покажется большими на фоне трех миллиардов. И это не то, чтобы у нас какой-то частный случай был. А посмотрите, сейчас, сейчас, вся жизнь экономическая построена таким образом, что везде те люди, которые у нас управляют хозяйством, эти функции управления передают не по принципу, что лучше подготовлены, а по принципу кровного родства. Буржуазия мировая, она некоторые средства против этого придумала. Там 90% налог на наследство. Хотите получить наследство? 90% уплатите с этого. ну и фактически 10-90% или переходит государству, или деньги на эту сумму тоже переходят государству. А хотите, так сказать, не платите налог, тогда, как говорится, вас просто заберут. фактически всем понятно, что был выдающийся организатор производства капиталистического форта. Из этого не следует, что его сын выдающийся организатор, правильно? Или вот сынок есть у Лукашенко, и вот сейчас он ходит, а все время его увозят по миру, и он все время присутствует на переговорах с представителями других государств. Ну, где гарантия, что он будет хорошим руководителем? Никакой гарантии нет, потому что по принципу, что это мой сынок. Так? Вот и весь принцип. То есть, то, что, казалось бы, давно и житым, это относилось к царям, к династичным, а то сейчас возродилось все только в царстве экономическом. В экономическом царстве все по-прежнему так же происходит. И вот эти советы принцип имеет совершенно другой. Принцип формирования от фабрики заводов и отзыва депутатов. Принцип вполне реализуем. Элементарно делается. Раз, это звали, и все. Таким образом, вот то, что мы увидели вот в нашу революцию, оно означало, почему она великая, что она не передача власти к однотипному государству, там, от рабовладельческого, к феодальному. Это государство меньшинства же было, рабовладельческое. Правда, говорили, что там принцип подчинения меньшинству большинству при решении вопросов. но рабы не считались за людей, поэтому они в большинство не уходили, их просто как бы нет. Ну, что касается феодалов, там они вообще в демографию не играли. Вот если вы благородные, вы будете участвовать в управлении, если вы неблагородные, вы не будете участвовать в управлении. Так? У вас папа граф? Нет? Все. У вас папа кто? Барон? Нет? Ну, а что мы собрали здесь вообще? И у вас никто в этом? Может, у вас князь папа? Нет? Ну, вот. А иначе, если это феодализм, то вот все, кто не князь, князь, баронов и так далее, они неблагородные и руководить не могут. А зато все, кто благородный, должны служить. То есть, они тоже бездельничать не должны служить обязательно государству. Правда? Служить, служить или на военном поприще, или на другом, потому что феодалы знали, иначе крепостные разбегутся или поднимут восстание и свернут. Поэтому надо быть всем на чеку. Если уж мы благородные, вставайте рано утром и работать, работать и работать. Так, что поэтому? А? Да. Что произошло в России? В России произошло то, что реализовало эту идею Маркса Энгельса, что надо разбить старый государственный брат. Только его никто не колотил и не колошматил и не разбивал. Он остался нетронутым. У нас же выборы были в Государственную Думу, в учредительные собрания. Были? Кто организовал выборы? Большевики участвовали в организации выборов. И большевики и собрали это учредительное собрание. А Временное правительство, пока сидело, это была разная власть, она получила власть. Она вместо того, чтобы собирать учредительное собрание ввела смертную кассу на фронте и занималась развитием этой самой империалистической войны, хотя народ требовал мира. Вот что делала буржуазная власть. А учредительное собрание они не собирали. Но все-таки собрали в конце концов большевики. Большевики какое место получили в учредительном собрании? Первое или второе? Второе. Но большевики к тому времени уже имели власть. Это учредительное собрание никакой власти не имело. А почему? А потому что Советы более высокая форма демократизма. Потому что ее отозвать можно. Более широкая и более высокая. Из-за того, что можно отозвать, Советы поменялись. Вот почему Ленин выступал даже за власть Советов тогда, когда в Советах не было большинства большевиков. А почему? Потому что народ разберется постепенно. Плохих отзовут, хорошие останутся. А вы можете отозвать из Думы плохих? Нет. Это вы останетесь здесь, они останутся там, будут получать по 400 тысяч. А пенсия у них будет 75% от дохода. Потому что у нас два пенсионных закона о трудовых пенсиях в РФ. Это родители в вашем раз у вас нет, ни папа, ни грак. А средний в этот период, какой был, за пять лет, будут считать. А им много не получат. А если это закон о пенсии в госслужащем, ну, в госслужащем надо 10 лет где-то на хорошей службе прослужить государственной, 75% от дохода по занимаемой должности. Если у вас 400 тысяч было, 75% от 400, сколько будет? 300 тысяч будете получать ежемесячно пенсию. Ну, не хотите получать как хотите ваше дело. Это вот такова наша сейчас современная действительность. Так вот, эти самые советы будущими эсеровскими и шеверскими менялись быстро по своему составу. Большевики, как известно, предели активное участие в подавлении Корниловского мятежа по просьбе временного правительства, потому что оно боялось защитили завоевание буржуазной революции. В том числе матросы с Авроры охраняли Зимний дворец, временное правительство, где заседало. Поэтому матросы с Авроры второй раз, когда пришли, они легко нашли нужный вход, чтобы прямо прийти и арестовать это временное правительство. Они там, кто бежали, там по главному входу это никакого значения не имело. Зашли люди, арестовали. Советы были сырыми шевистскими, а с сентября после Корниловского мятежа стали люди переизбирать эти Советы и в войсках Северного фронта, в Москве и Петрограде Советы стали большевистскими. По этому поводу Ленин в отдельной специальной статье, которую я очень вам рекомендую прочитать. Во-первых, потому что это относится к нашей революции и к нашей истории. Во-вторых, потому что это единственная статья в этом роде. Ничего подобного нет на эту тему, ничего. Как, собственно, произошел переворот? Там проблема стоит так. Как можно было взять власть в России, когда, скажем, при голосовании в учредительное собрание большинство было не за большевиков? А Ленин там пишет, что при буржуазном строе, при буржуазных определителях воли иначе не может быть. Большинство только и может быть против большевиков за буржуазию. Статья называется «Выбор в учредительное собрание и диктатура пролетариата». Том сороковой. Выбор в учредительное собрание и диктатура пролетариата. Как решается эта проблема? Эта проблема решается таким образом. Мы, говорит, опираясь на ту силу, которая у нас есть. А что у нас есть? У нас был Петроградский совет, Московский совет, большевистские и войска Северного фронта. Мы берем власть, опираясь на силу. Но мы не сумасшедшие, мы понимаем, что если мы не привлечем на свою сторону большинство народа, то мы эту власть не удержим. Согласитесь, что забрать власть это полдела, а вот установить. А как ее удержать? И вот чтобы ее удержать, вот нужно использовать рычаги, которые есть только у государства. А у государства какие были рычаги? Учевики объявили мир и довели это дело до мира. Первый, кто вывел терроризм, кто вышел из войны, какое государство? Россия. Второе, дали землю крестьянам. И крестьяне, что они, прям коммунисты были, да? Прямо вот они любили большевиков. Любили большевиков крестьяне? Сомневаюсь. Они больше всего любили эсеров. Но эсеров-то ничего им не дали, а большевистское правительство дало им землю и реализовало эсеровскую программу. И крестьяне поддержали большевиков не где-то там на выборах, а когда, в гражданскую войну, кто в Красной армии воевал? Рабочие, что ли? Только. Рабочие там меньшинство было. Кто в Красной армии был? Крестьяне, мелкие буржуа. А в Белой армии кто? Что, вот белогвардейцы только, белые эти самые офицеры, да? Нет, тоже крестьяне. Раскололось крестьянство. И большая часть пошла за большевиками. Почему? А потому что они землю дали. А те, кто были в Белой армии, они видели, как, идёт Деникин, и они вместе с ним. И там, где он идёт, возвращает старых помещиков и вешает крестьян и отбирает землю. И так у него здорово было, он почти не дошёл до Москвы. А когда он почти уже подходил к Москве, крестьянин повернул против Деникина и, так сказать, как Лейн описывал, что он, конечно, нам большевики не нравится, они, правда, разверстку берут, но эти ещё хуже. И пошли, и разгромили, и выгнали, и уехали все белобордейцы в эмиграцию. На этом кончилась гражданская война. Поэтому вот это голосование, это было другое, на полях гражданской войны. И никакие большевики бы не удержались. Поэтому мы, говорит, если о фабрике мы дадим рабочим, и мы оденем, возьмём богатых средств, и оденем нашу Красную Армию, то есть государство использовалось для привлечения на свою сторону большинства народа. И большевики, не имея большинства, в момент, в народе, ещё не имея большинства, на момент революции политической, после политической революции получили большинство, благодаря своим правильным действиям такого рода. Обращаю ваше внимание, на этом мы закончим. Вот, наверное, рассказываю, как Ленин говорит, сейчас ещё власть брать рано, а завтра будет поздно, вот надо сейчас взять. А в чём дело? Собрался второй съезд Советов. Большевики имели большинство в Петроградском Совете. И вот Петроградский Совет, скажем, имел достаточно сил, чтобы без стрельбы, а так и было, без всякой стрельбы, сместить временное правительство и установить власть Петроградского Совета. И вот представьте себе, скажем, за месяц до второго съезда Советов большевики бы взяли власть, как бы это откликнулось в России, ага, какой-то Петроградский Совет в год одного города, хочет установить власть на всю Россию, надо навалиться на этот Петроградский Совет и уничтожить его. Или наоборот. Вот закончился второй съезд Советов. Разъехались, и скоро бы вы теперь не соберутся, это большая представить, чтобы крестьяне собрались со всей России ещё один раз, на третий съезд Совета, когда это будет. А тут большевики раз и организовали взятие власти, сместили временное правительство и установили власть кого? Опять Петроградский Совет. Если это будет всей Россией управлять, Россия это не позволит с собой так обращаться. Правильно? Поэтому, значит, как было дело, Ленин говорит, надо вот сегодня утром взяли власть, вечером отдали кому? Съезду, второму Съезду Советов. Отдали власть сразу. И власть перешла к второму Съезду Советов. И он назначил Советское правительство. И уже тогда, это не большевистское правительство, которое составлено большевиками. Оно составлено большевиками, но уже проголосовано на съезде Советов. Совет народных комиссаров. Вот он. Вторым съездом Совета утвержден. Все. Классичные. Жертвы были. Говорят, какие-то есть жертвы, никак не могут найти какие. Сколько их? Во всяком случае, их меньше, чем у нас в автопроисшествиях каждый день бывает. То есть, это мирная революция. Конечно, вооруженная, но мир. А что? Если у нас сильно... Вот если вы будете все вооруженные, я мирно вам все сдам. Потому что мирная революция только так и делается. А если непонятное соотношение сил, начинается драка. Какое-то перетягивание канат. То есть, конечно, когда мы рассматриваем конкретную революцию, она, вот ее воплощение, так сказать, в лицах, в действиях, конечно, это вот такое, вот просто вот этот переворот, он так просто не виден. Но этот переворот, он всегда имеет свою конкретную форму проявления. Почему эта революция великая? Потому что создали по существу другой аппарат. Народ создал советы, и просто из того аппарата взяли всех хороших людей. Лучшие военные пошли в Красную Армию. Лучшие. Потому что это правительство было отечественное. А белоговорительство, Антанта им помогало. Это иностранные. Генералы пошли к большевикам, тем более они платили. Хорошо. А почему хорошо, Леонид говорит, надо, говорит, для наших партийных товарищей парт максимум. 500 рублей, а больше всего партийную кассу. А для этих вот, для буржуальных спецов платить, как обычно. И к нам пошли инженеры, и организаторы производства, и тем самым получилось, что никто не ломал этот, не разбивал старый государственный аппарат. Просто оттуда людей, так сказать, толковых взяли в советский аппарат, и, так сказать, аппарат советской власти стал осуществлять государственную власть. Вот так свершилась социалистическая революция в России. И она уникальна в этом смысле, потому что Советов нигде в мире нет. Были попытки в Венгрии создать, их просто удушили, контрреволюция их удушила, объединенная. И были попытки в Баварии, Германии. Осталось от этого. Вот сначала Красная Бавария был завод пивоваренный, потом завод закрыли, а осталась Бавария. А Красная забыли. И сейчас получилась Петровская коса, и там на ней Бавария какая-то. Как она туда залетела? Непонятно. Но мы знаем как. По памяти о Красной Баварии, которая была. Все. Больше нигде советов нету. А поскольку нет советов, то и таких и успехов нету, как были у Советского Союза. Спасибо за внимание. До следующего раза. Спасибо. Пожалуйста.